По ширине навыково-техничного супрацовництва в проектовании и вытворжести инновационной техники для сельской господарки. На Гомсельмаши прошла международная конференция инновационной технологии в агропромысловом комплексе сенья и завтра. Чем гонораться гомельские конструкторы и какие задачи ставить перед собой, расскажет Марина Северьянова. Летось на международную конференцию в Гомель приезжали коля 120 удельников. В селе-то за несприяльные эпидситуации навыковую встречу вырешили провести интерактивно. Свои пропоновые распроцовки доклады дослали коля 70 навыковцев из Беларуси, России, Украины и Грузии. По выниках форумов выдадут сборник. Алихалоны, самые интересные идеи, отримают практичное воссобление. Конференция дает толчок в развитии и наших специалистов, потому что в этих публикациях почти третью часть занимают практические и теоретические работы, которые провели в рамках нашей научной организации. Мы делимся своим опытом. Таким образом привлекаем к диалогу специалистов из других организаций. В последние годы измельчилось сопрацовничество навыково-практичного центра комбайна-будования «Заблывыконкамам». С инновационного фонда выделяются сроки для вытворчасти конкурента сдольной техники. Летость НТЦК отримал около 6 миллионов рублей. Все лето будет еще 4. Затриманные в минулом году гроши закупили инновационные обстреливания. Усяго 11 позиций. И зараз у НТЦК займаются уникальными не только для Беларуси, але и для усяго света распроцовками. Например, заместо вытворчасти доследного узора нового комбайна циклы его створения и выпробований заменяют личбовые доведники, которые имитуют все процессы. Это не только сокращает шлях до серийного выпуска новых моделей техники, но и позволяет в десятки разов экономить гроши. Ранее для серийного выпуска техники сначала нужно было сделать доследную одинку, потом долгий час при разных климатических условиях выпробовать ее на полях. Выправлять недохопы, выпробовать снова и только потом ставить на конвейер. Зараз у всех эти процессы моделюются виртуально. Изключены ошибки грубые, которые, вы понимаете, что можно изготовить, разработать, изготовить опытный образец, выехать с поля, а он не будет работать. То есть, исключены ошибки, найдено направление, естественно, полевые испытания необходимы для доведения до нужных параметров. Но, тем не менее, это так называемое виртуальное испытание, так называемый цифровой двойник, который нам позволяет на нем отрабатывать все необходимые моменты, связанные с условиями эксплуатации, всевозможными, а сельхозтехника она эксплуатируется в очень разных условиях, это понятно. Это и засушливые поля Краснодара, и влажные поля Витебской области. Например, на программно-аппаратном комплексе «Роки» можно просажить рух сыпучих материалов, бульбы, зерни. У приватности виртуально настроить работу комбайна так, как юн выгружал абсолютно чистая сбожа, до того же без страт и вельми худко. Комбайн с такими функциями однозначно будет конкурентно сдольным. Здесь вы видите использование программно-аппаратного комплекса «Роки». Здесь моделируется выгрузка зерна из бункера зерноуборочного комбайна с так называемой нижней выгрузкой. Все мировые комбайностроители борются за повышение эффективности выгрузной системы. Эта система выгрузки зерна из бункера должна за минимально короткое время выгрузить зерно из бункера в транспортное средство, при этом исключить повреждения зерна и минимизировать мощность. Дорогие гроши за новоценных фонду «Абдваканкама» выделяются под гаранту их вертания в бюджет после практичной реализации проекта. Технику «Гомсельмаша» заразь купляют больше ку-30 краинах. Всю лету першиню ее продали у Зимбабве. Ведутся перемоги о поставках и у иншие африканские регионы. Мырна Северьянова, Сергей Камко, Телерадо, компания «Гомель».